Чарльз Спэрджин 12 рождественских проповедей Шестая часть. Мудрецы, звезда и спаситель Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду Его на востоке, и пришли поклониться Ему. Евангелие от Матфея Воплощение Сына Бога – это одно из величайших событий вселенской истории. Но в ту ночь, когда оно произошло, далеко не все человечество знало о нем. Лишь вифлеемским пастухам и мудрецам с востока это было открыто. Ангелы в великолепной хоровой песне сообщили пастухам, необразованным темным людям, о рождении Спасителя, Христа Господа, и те поспешили в вифлеем подивиться на великое зрелище. Книжники, изучавшие закон и учившие ему весь народ, ничего не знали о рождении давно обещанного Мессии, но пастухам это было открыто. Ни один ангел не появился на совете книжников и не провозгласил приход Христа. Первосвященники и фарисеи собрались вместе за изучением пророчеств, чтобы узнать, где должен был родиться Христос. Но они и подумать не могли, что Он уже родился. Да, они особенно и не беспокоились об этом, хотя и могли узнать, что именно в это время великий Мессия должен явиться. Как таинственно дыхание благодати. Для божественного откровения выбраны ничтожные люди, а великие не удостоились. Приход Искупителя открыт пастухам, пасшим ночью своих овец, но не тем пастырем людей, которые беспечно позволили народу блуждать. Бог властен над жизнью людей. Добрая весть также была послана восточным мудрецам волхвам, исследователям звезд и старых пророческих книг. Далеко ли, близко ли лежала их родная земля, но путешествие в Иерусалим заняло у них почти два года, как мы можем узнать из их слов о звезде. В те дни путешествия были медленными и сопровождались они большими трудностями и немалыми опасностями. Возможно, эти люди пришли из Персии или Индии, или даже из таинственной земли Синим, известной нам как Китай. Если так, то странно и грубо должна была быть речь этих странников, пришедших поклониться младенцу в Вифлееме, но ему не нужен был переводчик, чтобы понять и принять их преклонение. Почему о рождении иудейского царя стало известно далеким чужеземцам, а не соплеменникам, жившим рядом? Почему Господь выбрал тех, кто жил за тысячи километров, в то время как обитатели родной страны Великого Спасителя были совершенно не осведомлены о его присутствии? И снова нельзя не задуматься о той власти, которую Бог имеет над каждым человеком. В образе пастухов и восточных мудрецов, собравшихся вокруг младенца, я вижу, что Бог раздает свои милости, как Сам Он хочет. И когда я вижу это, то не могу удержаться от восклицания. Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Отче, таково было Твое благоволение. Как в древности много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан для спасения пророк Елисей, а только к вдове из царепты. Так и теперь много было мудрецов в Израиле, но ни одному не явилась звезда, а явилась она язычником. И привела избранных с края земли поклониться у ног Эммануила. Всевластие Бога облачено в милость. Милость, великая без презрения, снизошла до невежественных пастухов. А милость всеобъемлющая привела из страны языческого мрака людей, чтобы они обрели спасение. Сияющая жемчугом милость и божественное всевластие вошли в темный вифлеемский сарайчик, первый дом царя. Разве не прекрасно, что возле земной колыбели спасителя встретились те же качества Бога, что окружают его престол и в небесах. Бог дает познать себя. Это милость. Но только тем, кого он избрал. Это всевластие. Он сам решает, кого помиловать и кого пожалеть. Теперь мы попробуем извлечь практические уроки из истории о мудрецах, пришедших издалека поклониться Христу. Мы, если Бог Святой Дух научит нас, можем собрать такие истины, которые приведут нас к поклонению Спасителю и радостной вере в Него. Во-первых, обратите внимание на их расспросы. Пусть многих из нас заинтересует тот же вопрос «Где родившийся царь Иудейский?». Во-вторых, заметьте их надежду. Мы видели звезду его. Они видели звезду, поэтому у них хватило мужества спросить «Где он?». И, наконец, в-третьих, они оставили пример для подражания. Мы пришли поклониться ему. Их расспросы «Где он?». Многое сразу становится понятным благодаря этому вопросу. Очевидно, что они задали этот вопрос, потому что в них пробудился интерес. Родился Иудейский царь. Но царь Ирод не спрашивал, где он, пока в нем не пробудился страх за свою власть, и он не решил покончить с младенцем. Вифлеем, в котором родился Христос, располагался недалеко от Иерусалима, однако никто не ходил по улицам святого города с вопросом, где он. Родилась слава Израиля. Но в стране было поистине немного людей, спрашивавших, подобно этим мудрецам, «Где он?». Мои дорогие слушатели, я поверю, что этим утром среди вас есть люди, которых Бог собирается благословить, только если в вашем разуме проснется интерес к тому, что сделал и тем был воплотившийся Бог. И этот интерес будет верным знаком о намерениях Божьих. Но как мало тех, кто с волнением ищет Христа, увы. Когда мы усерднее всего проповедуем о нем и рассказываем о его страданиях, искупивших человеческий грех, нам приходится горько рыдать над равнодушием людей и с плачем спрашивать, «Ничто для тебя, ничто для всех вас тот факт, что Христос умирает за нас». Он был отвержен. Никто не видел в нем величия, которое бы влекло к нему. Но избранное число внимательно расспрашивает о нем и ищет его. Таким людям Бог дает власть быть его детьми. Удачно сложилась жизнь, коли есть интерес к Христу. Не у всех высказывается интерес о Христе, даже у наших постоянных слушателей. Некоторые по старой привычке приходят на богослужение. Вы привыкаете сидеть часть служения, в нужные моменты вставать и петь, а затем с поддельным интересом слушать проповедника. Но по-настоящему интересоваться, желать понять, о чем же все-таки идет речь, и особенно стремиться узнать, имеет ли это какое-нибудь отношение ко мне, действительно ли Иисус пришел с небес спасти меня, для меня ли Он родился у девушки, значит преодолеть застаревшую привычку слушать и не слышать. Пусть Бог поможет всем слушающим истину услышать ее. Кто бы не прислушался к проповеди о Христе с серьезным интересом, для Него это начало пути. Когда человек с вниманием прислушивается к Слову Божьему, перечитывает Божью книгу и уделяет время размышлениям над смыслом Евангелия, насчет такого человека у нас появляется надежда. Когда он чувствует, что в Евангелии и Иисуса есть нечто весомое и важное, нечто достойное познания, тогда мы начинаем надеяться на лучшее о нем. Но в случае с мудрецами мы замечаем не только пробудившийся интерес, но и открытое заявление о своей вере. Они спросили, где родившийся царь иудейский. Они были абсолютно убеждены, что Христос был царем иудеев и что Он родился. Как проповедник я вижу великую милость в том, что обычно я обращаюсь к людям, которые в какой-то мере обладают верой в Бога. И пусть Бог побудит нас больше проповедовать тем людям в далеких странах, у которых нет никакой веры в Христа и никакого знания о нем. И да придет день, когда Христос будет известен всем и везде. Но здесь, дома, почти каждый знает что-то, от чего можно оттолкнуться. Так или иначе, вы верите в Иисуса из Назарета, родившегося иудейским царем. Цените то, во что вы уже поверили. Я считаю, что юноша уже обладает очень многим, если он верит, что Библия истинна. Некоторым этот шаг дался сбоем из-за предубеждения, созданного атеистическим образованием. Этот шаг вас, конечно, не спасет, ибо многие отправляются в ад с верой в истинность Писания, что только увеличивает груз их вины. Но было бы очень неплохо сделать этот шаг и быть уверенным, что перед вами книга, написанная Богом, и не мучить себя сомнениями о ее подлинности и божественности. О, если бы вы могли пойти дальше и уверовать всем сердцем в Христа! Эти мудрецы уже взошли на одну ступеньку веры, когда уверовали в то, что родился Христос и что Он Царь. Поэтому они могли подняться еще выше в своей вере. Многие верят, что Иисус был Сыном Бога, хотя они и не спасены. Мне не нужно убеждать вас, чтобы вы отказались от социанства, ведь вы верите, что Христос есть Бог. Нет причин у нас также спорить об искуплении, потому что вы не сомневаетесь, что Христос умер, чтобы искупить грехи, и это величайшая милость. Это великое преимущество для вас, если вы верите во все это. Мне остается только надеяться, что Бог даст вам достаточно благодати, чтобы вы воспользовались теми преимуществами, которыми обладаете. Цените то, что вы уже получили. Слепой, долгое время проживший в темноте, был бы очень благодарен тому окулисту, который бы дал увидеть ему немного света. Тогда бы он обрел надежду на то, что глаз не совсем мертв, что, быть может, через пару операций пелена упадет с его глаз, и свет зальет его темные зрачки. Поэтому, дорогие друзья, будьте благодарны за любой свет. О человек, ты так близко к тому, чтобы перейти в иной мир, и так неотвратима твоя гибель без божественного света, так неизбежна внешняя тьма, в которой тебя ожидает плачь, вопль и скрежет зубов, будь же благодарен за проблеск небесного света. Цени его, храни его, заботься о том, чтобы этот слабый свет дал тебе нечто большее, ибо, кто знает, может, еще благословит тебя Господь полнотой своей истины. Когда строился огромный мост через Ниагарский водопад, самая большая трудность состояла в том, чтобы перебросить через широкий поток воды первую веревку. Я читал, что это сделали при помощи бумажного змея, который опускался на противоположном берегу. Сначала он перенес веревку, потом к веревке был присоединен трос, к тросу канат, к канату еще более прочный канат. Так водопад постепенно был преодолен и мост построен. Так действует и Бог. Как прекрасно видеть в людях слабый интерес к Богу, слабое желание познать Христа, едва заметное стремление узнать, кто Он такой, что Он сделал и может ли Он помочь грешнику. Желание пить приведет к чувству жажды, и эта жажда будет усиливаться до тех пор, пока жаждущее сердце человека не найдет Бога и не утолит свою жажду. Как вы видите, у мудрецов с Востока был и интерес, и явная вера. Кроме того, мы видим, что они признали свое незнание. Мудрые люди не стыдятся задавать вопросы, и в этом их мудрость. Поэтому они спросили, где Он? Люди, которых называют мудрыми и которые сами считают себя мудрыми, иногда думают, что это ниже их достоинства задавать вопросы и признавать свое незнание. Но настоящие мудрецы поступают иначе. Они слишком хорошо научены, чтобы не знать о своем незнании. Многие люди могли бы быть мудрыми, если бы им было известно, что они глупы. Осознание своего незнания – это порог храмознания. Некоторые думают, что они все знают, и поэтому никогда ничего не узнают. Если бы они знали, что слепы, они бы скорее прозрели, но пока они говорят «мы видим», их слепота остается с ними. Дорогие слушатели, хотите ли вы найти Спасителя? Желаете ли, чтобы ваши грехи были забыты? Желаете ли примириться с Богом через Иисуса Христа? Тогда не бойтесь спросить и признать, что вы не все понимаете в христианстве. И как вы поймете, если само небо не научит вас? Или нас научит Дух Божий, или мы навеки останемся глупцами? Первый урок, который преподает Святой Дух, состоит в том, что человек понимает, что он должен быть научен Святым Духом. Признайте, что вам нужен этот Учитель, и усердно просите о Нем, молите Бога, чтобы Он вел вас, и Он станет вашим наставником. Не думайте слишком высоко о себе, не будьте самодостаточными, просите о небесном свете, и Он будет дан вам. Разве не лучше попросить Бога научить вас, чем полагаться только на свой разум? Тогда склоните ваши колени, исповедуйте свою склонность ошибаться, и скажите, научи меня тому, чего я не знаю. Однако обратите внимание, что мудрецы недовольствовались признанием своего незнания, и поэтому искали новую информацию. Не могу сказать точно, с чего они начали. Они думали, что, скорее всего, об Иисусе знают в одном из больших городов, ведь Он был царем. Где же еще наводить о нем справки, как не в столице? Поэтому они направились в Иерусалим. Возможно, они спросили стражников у ворот, где родился иудейский царь. Но в ответ они услышали презрительный смех. «У нас только один царь – Ирод». Затем в городе они встретили беззаботного зеваку и спросили его, где царь Иудеев. А он с удивлением сказал, «Ну и вопросы вы задаете. Я ищу с кем бы выпить». Они обратились к торговцу, но он хмыкнул и произнес, «Какое мне дело до царей? Не желаете что-нибудь продать или купить?» «Где родившийся царь иудейский?» Спросили они у Саддукея, скептика того времени, и он ответил, «Не будьте так наивны, чтобы верить пророчествам. Но если вам не имется, поговорите лучше с фарисеями, они люди религиозные». Они остановили женщину на улице и спросили, «Где родившийся царь иудейский?» «Оставьте меня. Мой ребенок болен, мне хватает забот. Какая разница, что кто-то родился или умер?» Они дошли до высших инстанций, а информация была по-прежнему скудна, но они не остановились, пока не узнали все, что можно было узнать. Вначале они не знали, где находится новорожденный царь. Но, несмотря на это, использовали все доступные средства, чтобы найти его, поэтому спрашивали всех. Бог, с каким восторгом я наблюдаю за святыми порывами человека, чью душу Бог оживил и который кричит, «Я должен спастись!» Я начинаю познавать путь спасения, и я благодарен за это Богу, но еще не знаю всего, что хочу узнать. И я не успокоюсь, пока не узнаю. И если под небесами можно найти спасителя, я найду его. Если Библия может научить меня, как мне спастись, то я буду перелистывать ее страницы днем и ночью. Если любая доступная мне книга поможет мне, то я не пожалею свечей, чтобы прочитать ее и найти Христа Спасителя. Если чьи-то проповеди стали благословением для других людей, то я не отступлю от этого проповедника, пока не услышу слова, которыми Бог благословит меня, ибо я должен найти Христа, не то, чтобы я мог искать его или мог не искать. Я должен найти Христа. Мой голод по небесному хлебу слишком силен, моя жажда неутолима без воды жизни. Скажите мне, христиане, скажите мне, мудрецы, скажите мне, добрые люди, пусть скажет любой, кто может, где родившийся царь иудейский. Ибо мне нужен Христос, и я томлюсь, не имея Его. Заметьте также, что мудрецы с Востока не скрыли те мотивы, которые побуждали их искать Христа. «Где Он?» спросили они, чтобы нам пойти поклониться Ему. «О человек, если ты хочешь найти Христа, то пусть тобой движет желание спастись и вечно жить для Его славы. Когда вы наконец-то перестанете слушать проповедь Евангелия по привычке, но будете слушать, чтобы обрести спасение, вам недолго придется ждать, и вы будете спасены. Когда человек может сказать, сегодня утром я иду в Дом Божий, и пусть Бог встретит меня там, то он не напрасно ходит в церковь. Когда слушатель говорит, как только я сяду на свое место в собрании, я буду думать лишь об одном – благословит ли меня сегодня Господь, то Его не постигнет разочарование. Обычно, когда мы приходим в Дом Божий, мы получаем то, зачем пришли. Некоторые люди приходят потому, что существует такая традиция, другие приходят, чтобы встретиться с другом, третьи вовсе не знают, зачем они это делают. Но когда мы знаем, зачем пришли, Бог, который дал нам желание прийти и получить что-то, не оставит это желание неудовлетворенным. Этим утром я был приятно удивлен словами одной женщины, которая встретила меня у входа. Дорогой сэр, моя душа очень голодна сегодня. Пусть Господь даст вам хлеба для меня. Я уверен, что она найдет для себя подходящую пищу. Когда грешник жаждет Христа, то Христос очень близок к нему. Самое страшное, это то, что многие из вас приходят не для того, чтобы найти Христа. Не Его вы ищите. Если бы вы искали Его, то Он давно бы открылся вам. Однажды молодую девушку спросили, как так, что вы до сих пор не нашли Христа. Сэр, сказала она, я думаю, это из-за того, что я не искала Его. Да, это так. Никто никогда не скажет, я искал Его, но не нашел. Во всех случаях, если вы не нашли Христа, это значит, что вы не искали Его серьезно и страстно. Другого объяснения быть не может. Ведь Иисус Сам обещал, ищите и найдете. Эти мудрые люди во многом являются примером для нас. Мотивы их действий были ясны им, и они открыто говорили об этом другим. Порассуждав над их вопросами, я предлагаю поговорить об их надежде. Что-то не давало им отчаяться в поисках Христа. Что? Ответ кроется в их словах, мы видели звезду Его. У большинства из вас, ищущих Христа, есть величайшая надежда в том факте, что вы слышали Евангелие. Вы живете в стране, где есть Библии, где свободно проводятся богослужения в церквах. Все это звезда Иисуса Христа, которая должна привести вас к Нему, увидеть звезду, значит испытать особую благосклонность Бога. Далеко не все жители Востока, а также и Запада, видели Его звезду. Но эти люди были удостоены высокой чести. Не все человечество слышит Евангелие. Христа проповедуют не во всех городах. Его крест не всегда превозносится даже в тех местах, которые посвящены для поклонения Ему. И вы, мой друг, удостоились великой чести, если вы видели звезду Евангелие, указывающую на Христа. Но, увидев звезду, мудрецы возложили на себя большую ответственность. Представьте, что, заметив звезду, они бы не отправились в путешествие, чтобы поклониться Христу. Тогда они были бы гораздо виновнее тех, кто не видел знак с небес и поэтому не мог отвергнуть протянутую руку Бога. О, подумайте о своей ответственности! Подумайте те, кто слышал о Спасителе с детства, о ком матери годами проливали слезы! Вы знаете истину, по крайней мере, в теории. На вас лежит особая ответственность, потому что вы видели звезду. Мудрецы не расценивали возможность видеть звезду как рубеж, на котором можно остановиться. Они не сказали, мы видели звезду, этого достаточно. А многие сегодня говорят, мы постоянно посещаем богослужение. Неужели этого мало? Другие говорят иначе. Мы были крещены, и крещение принесло с собой возрождение. Кроме того, мы участвуем в таинствах. Разве мы не получаем через это благодать? Бедные души! Звезду, которая ведет ко Христу, они спутались с самим Христом. Они поклоняются звезде вместо Бога. О, пусть никто из вас не будет так неразумен, чтобы основывать свою жизнь на обрядах и церемониях. Если обряды для вас самое главное, то Бог рано или поздно обратится к вам со словами пророка Исаии, «К чему мне множество жертв ваших?» Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных. Воскурение благовония отвратительны для меня. Какое значение имеют для Бога внешние формы и церемонии? Когда я вижу, как люди наряжаются в белые мантии и ленты, а затем поют раболепные молитвы, я спрашиваю себя, какому Богу они поклоняются. Их Бог больше похож на языческое божество, чем на Иегову, создавшего небо и землю. Посмотрите на величие сущего на земле и на море, поднимите глаза к небу с его бесконечными россыпями звезд, прислушайтесь к забыванию ветра и стремительному движению урагана, поразмыслите о том, у кого Вселенная умещается на ладони, а потом скажите, похож ли бесконечный Бог на существо, для которого имеет огромное значение, молитесь вы стоя или сидя? О, безумное поколение, считающее, что рукотворные храмы вмещают сущего, что для него имеют значение ваши церемонии, одежда и коленопреклонение. Вы отстаиваете свои ритуалы, боретесь за каждое слово и каждый жест. Нет, вы и близко не знаете великого сущего, если думаете угодить ему этими материальными мелочами. Мы желаем поклоняться Всевышнему во всей простоте и страстности Духа, не останавливаясь на внешних формах. Но если мы думаем, что увидев звезду, можно остановиться, значит, мы не смогли найти воплотившегося Бога. Обратите особое внимание на то, что волхвы не были удовлетворены тем, что они сами сделали для того, чтобы найти ребенка. Как мы уже отмечали, они могли пройти тысячи километров, однако они не сказали об этом ни слова. Они не устроились в ближайшей гостинице со словами, ну что ж, мы путешествовали по пустыням, по горам, переправлялись через реки. Довольны? Нет. Они хотят найти новорожденного царя. Ничто другое их не удовлетворит. Не спешите восклицать, мой слушатель. Я молился вот уже несколько месяцев, несколько недель я изучал Писание, чтобы найти Спасителя. Я рад, что вы это делали, но не останавливайтесь на этом. Вы должны найти Христа, иначе вы погибнете, несмотря на все свои труды и усердия. Вам нужен Иисус, больше вам ничего не нужно, но и ничего меньше вас не устроит. Нельзя довольствоваться лишь путешествием за звездой, вы должны найти Его. Не останавливайтесь, когда вечная жизнь так близка. Хватайтесь за нее, не только ищите и желайте вечную жизнь, но берите ее и не успокаивайтесь, пока не будете абсолютно уверены, что Христос принадлежит вам, и вы Ему. Я также хотел бы заметить, что мудрецы не были удовлетворены, когда достигли Иерусалима. Они могли бы сказать, ну вот, теперь мы в стране родившегося ребенка, будем благодарны за это, сядем, отдохнем. Нет. Где он? Он родился в Вифлееме. В Вифлеем. Но когда они добираются до этой деревни, они не останавливаются. Благословенное место. Останемся здесь. Все иначе. Они хотят знать, где находится дом. Находят нужный дом. Звезда зависает над ним. Прекрасное зрелище. Постоялый двор, над ним звезда, а в доме новорожденный царь. Но им и этого мало. Они переступают порог, не в силах остановиться, пока не увидят младенца своими глазами и не поклоняться ему. И не поклоняться ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О, как бы я хотел, чтобы Дух Святой вел и вас, и меня так, чтобы мы никогда не довольствовались ничем, кроме настоящего знания Христа, кроме веры в Христа, нашего Спасителя. Молодых людей подстерегает особая опасность, которую они должны избегать в поисках Христа. Эта опасность остановиться в нескольких шагах от искренней веры в Иисуса. Пока ваше сердце мягко, как воск, позаботьтесь о том, чтобы никакая печать не была поставлена на нем, кроме печати Иисуса Христа. Сейчас, когда вам, возможно, тяжело и вы нуждаетесь в утешении, скажите себе, «Я не приму другого утешения, кроме утешения Иисуса Христа». Лучше бы вам никогда не пробуждаться, чем быть убаюканным сатаной, ибо сон, который следует за острым ощущением греховности, бывает обычно самым глубоким из всех снов, которые одолевают сыновей человеческих. Друг мой, обратись к жизненной силе Христа, и пусть она будет твоей, чтобы ты действительно стал сыном Бога. Не останавливайся на предположениях, «Возможно, я с Богом, возможно, нет», не довольствуйся этим. Не отдыхай нигде по дороге, пока не сможешь сказать, «Он возлюбил меня и пошел за меня на смерть, в нем мое спасение, в нем все мои желания». Вид звезды не остановил мудрецов на полпути ко Христу, но, напротив, побудил их к поиску и поддержал во время путешествия. Ищущие, вы слышали сегодня Евангелие. Пусть же это придаст вам сил идти ко Христу. Вы слышали призыв прийти ко Христу. Дух Святой воздействовал на ваш разум, пробуждая ото сна. Придите же, и пусть этот странный зимний день будет днем света и радости для всех ищущих. И, заканчивая, мы обратим внимание на пример для подражания, оставленный мудрецами. Они пришли к Иисусу и тем самым совершили три поступка. Они увидели, поклонились и дали. Каждый верующий сегодня утром должен сделать то же самое снова, а ищущие сегодня должны сделать это впервые. Во-первых, они увидели младенца. Я думаю, они не просто увидели и сказали, вот и он, и на этом все закончилось. Они тихо стояли и смотрели. Возможно, несколько минут они молчали. Лицо младенца было сверхъестественно красиво. Мудрецов влекла к младенцу сверхчеловеческая сила. Воплотившийся Бог. Они смотрели во все глаза. Они всматривались все пристальней и напряженней, пытаясь лучше разглядеть его. Их взгляд скользнул по его матери, но вновь вернулся к нему самому. Войдя в дом, увидели младенца. Иисус. Давайте и мы серьезно и сосредоточенно подумаем об Иисусе. Иисус – Бог. Иисус – человек. Иисус умер на кресте вместо грешников. Он готов принять любого, кто доверится ему. Он спасет от вечной смерти. Спасет этим утром каждого, кто захочет положиться на него. Подумайте о нем. Проведите сегодня ваше свободное время в размышлениях. Представьте его в своем разуме и с восхищением подумайте о нем. Разве не чудо, что Бог стал человеком и пришел в этот мир как ребенок, сотворивший небо и землю, лежал на руках у девушки ради нас. Ради нашего искупления слово стало плотью, Эта истина может зародить самую смелую надежду в вашей душе. Если вы проследите за удивительной жизнью этого младенца от пеленок до креста, я уверен, что вы сможете исцелиться от всех своих духовных болезней. И я, хотя впервые посмотрел на Христа на кресте много лет назад, все равно хочу смотреть на Иисуса, воплотившийся Бог. На глаза наворачиваются слезы, когда я думаю о том, что тот, кто мог погубить мою душу и тело в аду, стал маленьким мальчиком, чтобы спасти меня. Смотрите на него и смотря, поклонитесь. Мы не можем по-настоящему поклониться Христу, которого мы не знаем. Поклонение неведомому Богу — это неведомо, что такое. Но когда вы думаете о Христе, рожденном Отцом, о Христе, Который существовал всегда и не было такого момента, когда Его не было, а затем видите Его человеком, родившимся с той же плотью, что была у Его матери, и понимаете, зачем Он пришел и что сделал, когда оказался на земле, тогда вы в неудержимом порыве преклоняетесь перед Ним. Мы поклоняемся Иисусу. Своей верой мы видим, как из колыбеля младенца Он идет на крест, а с креста прямо на небесный престол. И там, где обитает сущий, среди непередаваемой славы Бога стоит человек, тот самый, который спал на салоне в Вифлеемском сарае. Теперь Он правит, как Господь всех Господ. Наша душа поклоняется Ему. Ты наш пророк. Каждое слово Тобой сказанное мы принимаем и желаем исполнять. Ты наш священник. Твоя жертва очистила нас. Мы омыты Твоей кровью. Ты наш царь. Повелевай, и мы будем повиноваться. Веди нас, и мы последуем. Мы поклоняемся Тебе. После поклонения мудрецы преподнесли свои подарки. Один из них открыл шкатулку с золотом и поставил ее у ноб новорожденного царя. Другой преподнес Ладан, одну из величайших драгоценностей той страны, из которой он пришел. Другие принесли с собой мира. Все это было свидетельством искренности их поклонения. Они не скупясь отдали драгоценности. И теперь, после того, как вы в душе поклонились Христу и увидели Его очами своей веры, мне не нужно добавлять, чтобы вы отдали Ему себя и свое сердце. Вы сможете противостоять побуждению сделать это. Любящий Спасителя всем сердцем не может устоять и посвящает Ему свою жизнь, свои силы, свое все. Некоторые люди могут дать что-нибудь Христу или сделать для Него что-нибудь лишь стиснув зубы, но любовь Христа освобождает нас и дает нам радость в служении Христу. Если это не так, значит, у вас нет Его любви. Если кто-то любит Христа, тот очень быстро найдет способ доказать свою любовь на деле. Иди домой, Мария, достань свою коробочку салавастровым маслом и помашь его голову. И если кто-нибудь скажет, к чему такая большая трата, ты ответишь, кому много прощено, тот много любит. Если у вас есть золото, отдайте его. Если у вас есть ладан, подарите его. Если у вас есть мира, дайте его. Но если у тебя нет ничего из этого, то отдай ему свою любовь, всю свою любовь. Она заменит и золото, и благовоние. Отдай ему свои уста, говори о нем, отдай ему свои руки, трудись для него, отдай ему всего себя. Я знаю, ты сделаешь это, ибо он отдал себя за тебя. Аминь. Утро 25 декабря 1870 года. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!